Всем респект, братва, с вами Марадер 120 Гигабайт, и вместо вступления я решил просто написать очередной слезливый трек про Ютуб, я даже на фон поставлю что-нибудь депрессивное, наслаждайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Это Ютуб, это Ютуб, это Ютуб, это Ютуб, мечты пошли нахуй, здесь вам не тут, это Ютуб, это Ютуб, это Ютуб, мы креативим, а нас ебут. Субтитры сделал DimaTorzok Я очень плохо, перед тем как я расскажу о всех проблемах, с которыми столкнулись другие креаторы, и я лично, отмечу сразу, я прекрасно понимаю, что подобные крупные сервисы типа Ютуба не могут обходиться без ошибок и технических проблем. Однако, самая основная проблема тут далеко не техническая, основная проблема это тотальный игнор комьюнити, как креаторов, так и зрителей. Что с этим делать? Не имею ни малейшего понятия, ведь даже самые крупные каналы, которые испытывали проблему, не получали поддержки со стороны платформы. У креаторов нету никаких рычагов давления на Ютуб, как ни крути, это все же не профсоюз рабочих заводов, где можно было бы, например, устроить забастовку. Любой креатор находится в заложниках у платформы, и Ютуб это знает, поэтому они ничего не делают, поэтому мы все и ноем, и остается надеяться, что количество подобных видео хоть как-то затронет верхушку Ютуба, чтобы они, наконец, разобрались со всеми проблемами. Когда я только пришел на Ютуб в 2017, я особо не замечал проблемы на платформе, то ли потому, что мой канал был маленький, и я не особо с ними сталкивался, то ли потому, что их не было, я не знаю. Но в последний год у Ютуба ломается все подряд, такое ощущение, что они специально делают работу на платформе максимально неудобной. Давайте по порядку. Технические проблемы. Это может быть забавно, но технических проблем не так много. Одна из проблем, с которой столкнулся я лично, падение трансляции. В какой-то момент трансляции любят просто повиснуть, пока их не перезапустишь. С подобной проблемой столкнулся не только я. Многие ютуберы, которые проводят у себя на канале стримы, жаловались на это. Причем часто бывает так. Трансляция упала у всех. Через какое-то время она поднялась, но у половины. Ютуб списывает нахрен половину зрителей. Они же не смотрят. У них все повисло. Потом алгоритмы Ютуба засчитывают это, как резкий уход зрителей, и начинают читать твой стрим таким хреном, что перестают выдавать его в рекомендациях. Правда прикольно? Да, я знаю, подобные проблемы могут быть связаны не только с площадкой, но и с интернет-соединением, или с боем в железе. Но ведь раньше я такого не помню. Еще в 2018 году я стримил и знать не знал, что такое падение трансляции. Максимально, что было, это смена DNS-упровайдера внезапная во время стрима, но там отвалился сразу весь интернет. Тут же отваливается только трансляция, и не только у меня, у всех, и постоянно. И никто не думает это исправлять. Мне впадло. Блин, мне даже впадло говорить о том, что мне впадло. Далее. Лайки. Это вообще самое больное. Видимо, YouTube решил бороться с накруткой лайков. Да, знаете, их иногда накручивают путем переключения на другие аккаунты. И все бы хорошо, но хотели как лучше, а получилось как всегда. Лайки списываются у людей, у которых всего один аккаунт. На это не раз жаловались у меня на трансляциях. Недавно на протяжении двух недель лайки просто не обновлялись в реальном времени. Две недели, Карл, они чинили этот баг. Так, напоминаю, это самый крупный в мире видеохостинг с тысячами сотрудников, который принадлежит самому крупному интернет-гиганту. И они, блять, две недели не могли починить отображение лайков. Кроме того, во время трансляции часто YouTube тебя выкидывает из аккаунта, но не отображает это тебе. Лайки, поставленные после этого, засчитаны не будут. Ибо он вроде как стоит, но на самом деле не стоит. Люди, которые пишут в чат, эту проблему обнаружат быстро, так как если подобным образом разлогинило, в чат тебе писать YouTube не даст. Однако, далеко не все пишут в чат, и вот лайки таких людей, которые не пишут в чат, просто не будут засчитаны. Это же кошмар, кошмар. Не менее страшная проблема, которая тоже вытекает из борьбы с накрутчиками, отписки. Отписок на YouTube много, и это страшно дизморалит любого креатора, особенно начинающего с небольшим каналом. На YouTube сложно найти аудиторию, потому что конкуренция, алгоритмы и бла-бла-бла. Но когда ты ее находишь, YouTube часто ее просто отбирает, потому что подумал, что это накрутка, или человек не заходил на твой канал месяц, а значит и нахрен ему не нужна подписка на твой канал. Почему он решает за других, я не знаю, и даже срать на это, если бы он реально отписывал только неактивных. Но ведь часто отписывает и активная аудитория. Уже несколько раз мне на стримы залетали люди, и жаловались, что YouTube их отписал. Люди, которые приходили на стримы, часто приходили. Несколько раз приходили платные подписчики, и жаловались, что YouTube их отписал платные, блядь, подписчики. И как после этого верить алгоритму, который отписывает неактивных? Никак, он тоже сломан. Именно поэтому я и прошу вас всегда, подписывайтесь на группу ВК и Дискорд канал, так вы не потеряетесь, если YouTube вдруг решит, что пора вас отписать. Ссылки на ВК и Дискорд в описании. Подписались все нахуй! Следующую проблему я, пожалуй, тоже отнесу к технической. На YouTube есть функция отложенного постинга видео. Например, загрузил видос, все подготовил, там описание, теги и так далее. Выставил дату, опубликовать его через три дня. Это очень удобно, если, например, уезжаешь куда-нибудь надолго там, но не хочешь оставлять свою подписоту без контента. Однако подобное видео после публикации не отображается в фиде, на него не приходят уведомления и так далее. Я убедился в этом сам лично, когда летом ездил в отпуск. Загрузил 10 видосов заранее. И если первые три видео смотрели нормально, там было, в принципе, нормальное моё количество просмотров, то все остальные видео смотрели ровно в два раза меньше. И зачем тогда нужна эта функция, блять, если она нормально не работает, YouTube? Они охуя знают, блять. Но на самом деле все эти технические проблемы полная ерунда по сравнению с тем, что YouTube начал творить в своих правилах. И это видео, скорее всего, будет лишено монетизации. Но мне насрать, так как я к этому уже привык. Раз уж мы затронули монетизацию, давайте с неё и начнём. Вы все знаете, что на YouTube есть реклама. Подобным образом YouTube монетизирует контент авторов, зарабатывает сам и позволяет зарабатывать креаторам. Однако мало кто знает, что в среде создателей контента бытует мнение, реклама влияет на продвижение видоса и канала в целом. Более того, я в этом убедился сам. Ранее я выключал монетизацию у себя на стримах, потому что с неё там летели какие-то копейки, они мне нафиг не нужны были. Но, знаешь, люди мне сказали, Артём, ты что дурак делаешь, включи её. Я включил её на всех записях стримов, и статистика моего канала стала лучше. Это всё, в принципе, логично, зачем YouTube продвигать видео и каналы, которые не приносят ему доход. Но с недавних пор YouTube стал отключать монетизацию на видео, которые типа не соответствуют требованиям рекламодателей. И тут опять же, вроде идея здравая. Я прекрасно понимаю, что не хотят рекламодатели показывать свою рекламу в каких-то жёстких видосах. Однако бывает, что реклама отключает там, где вообще нету ничего ужасного и даже мата. А бывает наоборот, я хуйсошу весь стрим, сам YouTube и моих врагов в игре, а на ролике зелёный значок. Почему? Я не понимаю, за что мне отключают монетизацию. Самое классное, что её бывает отрубают на запланированных трансляциях, которые ещё даже, блядь, не прошли. Они не знают, как я себя там буду вести. Может, я стал внезапно добрым и хорошим. Однако монетизации, а соответственно и продвижения, трансляция уже лишена. Это просто охуенно. Заебись. Чётко. Уверен, что за всё это отвечает очередной сломанный алгоритм, который опять работает не так, как надо. После того, как вас лишили монетизации, вы можете отправить возражение. Видос проверяют и решают, оставить там монетизацию включённой или выключенной. Но, блядь, почему ваши сраные алгоритмы не умеют это делать сразу. Куча крупных каналов уже сняли об этой проблеме ролики. Никто не понимает, как и почему, и зачем снимается монетизация. Что за это отвечает? У всех только предположения. Ютуб типа выпустил какие-то там объяснения, которые никому ничего так и не объяснили. Алгоритмы как плохо работали, так плохо и работают. Никто ничего не правит. И креаторам никто ничего не объясняет. Насчёт общения между креаторами и платформой я хочу выделить ещё один момент на проблеме, с которой я лично сам не сталкивался, но наблюдал его со стороны. Какое-то время назад пытливые умы обнаружили, что на ютубе есть некий педофильский контент, стилизованный под детские каналы, где в комментариях педофилы-извращенцы дрочат на детишки, юзая свои непонятные шифры и заставляя выполнять заказы а-ля «Пусть в следующей серии баня будет у врача и ей гладит животик». И подобный пиздец. Ей-богу, ребят, вам что, не хватает японского порта? Пошли нахуй с ютуба. Но суть не в этом. Из-за того, что всё это вскрылось, ютуб закрыл комментарии у всех каналов, где участие в видео принимают несовершеннолетние. Типа, чтобы педофилы обломались и ушли. Они, может, обломались и ушли, но вместе с педофилами обломались и креаторы. Количество комментариев под видео напрямую влияет на продвижение роликов. Все об этом знают. Поэтому что, ты несовершеннолетний? Пошёл-то нахуй! Бэмс, нет у тебя комментариев! Да и даже хрен с ним. Пусть это и крайне тупой способ борьбы с подобной проблемой, который вообще не учитывает интересы креаторов. Но ещё страшнее ситуация с всем известным Брайаном Мапсом. У чувака на канале 12 миллионов подписчиков. Ему рубанули нахуй комментарии, хотя чуваку уже за 20. Но, мол, типа он на мелкого похож. А когда он им сказал, «Алло, вы шо делаете? Я не ребёнок, я в Америке, могу уже бухать там, и мне ничего не будет». Ему сказали, «Да нихрена ему не сказали». И комментарии не включили. «Когда вы откроете грёбаные комментарии к моим грёбаным видео?» «Ди нахуй, пидор, блядь!» Это яркий пример того, как Ютубу насрать на креатор, даже если у него очень крупный канал. Там вроде как и персональный менеджер должен быть, но, видимо, он ничего не решает. На момент создания этого ролика комменты у Брайана до сих пор отключены, хотя эту тему затрагивал и он сам, и много других каналов-миллионников, но ничего не поменялось. Что это, блядь, вообще просто как это возможно? Ещё одна проблема, которая вытекает из того, что Ютуб не доносит нормальную информацию до креаторов, это страйки. Раньше причина получения страйков была почти всегда ясна. В основном страйки получали за нарушение авторских прав. Типа, на стриме фильмец включил? Бан нахуй! То есть всё предельно понятно. Ютуб бледёт в соблюдении авторских прав, ему не хочется платить штрафы, всё окей, всё понятно. Но с недавних пор большое количество страйков начало прилетать за нарушение принципов сообщества. Эти принципы снова какая-то размытая хрень, которую Ютуб пытается блюсти с помощью алгоритмов, видимо. Гадёныш, блядь, выбридок, блядь, за старое взялся. Я прекрасно понимаю, если бы страйки летели за то, что какой-нибудь псих начал там разводить ненависть на почве чего-либо и призывать к насилию и прочее подобное. Это я даже поддерживаю, таких долбоёбов надо выпиливать поскорее. Однако страйки летят за то, за что другим их не прилетает, например. Я столкнулся с этим лично. Какое-то время назад я стримил такую порнушную, скажем так, игру. Она называется Хаус Пати. Суть игры в том, что ты попадаешь на вечеринку и должен завалить там как можно больше тёлочек, выполняя их просьбы и разные задания. Вполне себе забавная игра, 90% которой ни разу не порнуха, а всякие дебильные угарные задания как раз. Однако есть эти 10%, когда происходит тотальная порнография и сцена секса со сменой постом и так далее. Я, не будь дураком, всегда включал внутриигровую цензуру, чтобы все пикантные подробности были закрыты огромными пикселями. И дрочеры, которые вдруг попали на стрим, не могли особо насладиться голыми телесами. Потому что тут как бы развлекательный контент, а не порно-сайт. И в правилах написано, что, мол, если есть сексуализация контента и цель возбудить зрителя, то это будет страйк. У меня же такой цели не было, и любой это поймёт, если посмотрит хоть один мой стрим. Однако YouTube мне въебал предупреждение за последний стрим по этой игре и удалил запись. Справедливости ради я скажу, что не все изменения на YouTube к худшему. Раньше я бы получил страйк и не мог бы стримить три месяца. Сейчас же первый страйк никак канал не ограничивает и называется уведомлением. Но получив второй страйк, мне была бы пизда, я не смог бы стримить неделю. К слову, это был уже четвёртый стрим по этой игре на тот момент. Предыдущие три стрима спокойно находились на канале, и только один из этих стримов получил метку 18+, против которой я даже не возражал особо. На остальных же двух просто отсутствовала монетизация, что в данном случае как раз я могу понять. А тут хуяк и страйк. Я подумал, что это ошибка, направил YouTube апелляцию, в которой написал, мол, первичных половых признаков, не видно, контент игровой, развлекательный, никакой порнухи нету, алло, вы чё творите? Апелляция была отклонена практически мгновенно. Судебное заседание объявляется закрытым. И я просто сосал бибую три месяца по статистике, ведь висящий страйк на канале очень сильно влияет на продвижение этого канала. В негативную, конечно, сторону. Ну и ещё я очень сильно ссыковал лишний раз засветить там какую-нибудь оголённую часть тела, чтобы не получить второй страйк. Пытаясь разобраться, что же могло послужить причиной страйка, я пришёл к выводу. Скорее всего, это были ягодицы, которые цензурой в игре не закрываются. Вот вам выдержка из правил. Но YouTube не допускается следующие виды контента. Видео с изображением гениталей, груди или ягодиц, прикрытых или обнажённых, созданных с целью вызвать у зрителей сексуальное возбуждение. То есть мой стрим, они посчитали видео, которое создано с целью вызвать сексуальное возбуждение. Оуе, девочки, я такой сексуальный. Как там у вас, подвал уже мокрый? Пиздец. И при этом всём на YouTube спокойно существуют клипы рэперов, где куча женщин три минуты трясут тебе прямо в лицо ягодицами. Тут всё окей. И это только мой случай. Но я знаю ещё несколько случаев совершенно неясных и непонятных страйков. Не буду называть каналов, но как бы, например, страйк за то, что через донаты ты идёшь и оцениваешь канал другого ютубера. Типа это накрутка за деньги, лол. Или страйк за полуголдовалый видос по совершенно не порнушной игре, на которой уже прилетал страйк и был снят после апелляции, но потом, блять, он прилетел снова. И это только те случаи, о которых я знаю. Уверен, таких сотни и тысячи. Такое ощущение, что YouTube не хочет, чтобы обычные люди создавали на нём контент, делали видео и проводили прямые трансляции. Ему как будто это невыгодно. Он забыл, кто сделал его таким популярным. Эти самые креаторы. Я не честная, я вообще... Пошёл нахуй! Пидорас! А теперь алгоритмы YouTube так устроены, что если ты, например, пропал на пару месяцев или делаешь что-то, что не угодно самому YouTube, причём, что именно, ты никогда не узнаешь. Эти алгоритмы задушат твой канал. То есть, если ты угодил в больницу на пару месяцев с серьёзной травмой или болезнью, всё, до свидос. Кого интересуют твои жизненные проблемы, ты не активный кусок дерьма, а нам тут такие не нужны. Алгоритмы не покажут тебя никому, если ты снимал одну игру всё время, а потом решил переключиться на другую. Люди не получат уведомлений, они даже в фиде тебя не увидят. Что, думал, на одной игре поднялся и можно другие игры записывать? Пошёл-ка ты нахуй! Бывает даже, что ты активный, но делаешь что-то не так, как хочет YouTube, тогда ты тоже идёшь нахуй, и люди будут отписываться, новые приходить не будут. Вы уже устали от этих всех проблем, да? А представьте, каково это работать в такой обстановке. Я когда записываю это видео, меня самого бомбит от всего происходящего и хочется разъебать монитор. Добавьте ко всему ранее перечисленному всякие мелкие проблемы, типа проблемы с чатом, которые хреново отображал смайлики, смену дизайна на тот, который никому не нравится. Теперь вот меняю творческую студию, где нету половины функций, к которым мы привыкли, усложняют пути выхода в прямой эфир. Недавно вот они округлили количество подписчиков в меньшую сторону. Зачем? Что это? Кто об этом просил? И знаете, что самое забавное? Я думал, что после этого они хотя бы перестанут отписывать людей на вот эту вот свою якобы проверку, но они не перестали. В своей творческой студии я всё равно вижу постоянно после каждого наплыва у меня на следующий день пропадает всё количество подписавшихся, потом оттуда возвращается какая-то часть, но не все. Видимо, блядь, я накручиваю и сам об этом не знаю, и люди являются ботами, сами того не подозревая. Недавно был ещё один скандал. Ютуб решил убрать галочки и изменить условия их получения. Теперь ты, мол, должен был быть известной медийной личностью, а если тебя не знают за пределами Ютуба, то ты челить, блядь, и хуй себя не галочка. Но бунт среди креаторов был таким крупным, видимо, что от этой идеи вроде как решили отказаться. Страшно бомбит от всего этого, ведь сама идея платформы, где можно свободно выражаться творчески и общаться, где можно находить друзей по интересам, охуенно. Я не хочу уходить с Ютуба, потому что, несмотря на все проблемы, на нашем канале уже более 10 тысяч подписчиков. И мы отлично проводим время на стримах и общаемся в комментариях. Просто от всех этих проблем ужасно бомбит и дезморалит. Иногда опускаются руки, и ты не знаешь, что ещё можно сделать, кроме вот таких вот подкастов с нытьём, где ты высказываешься своему комьюнити о своих проблемах на этой замечательной некогда платформе. В общем-то, я высказался. Что будет дальше? Мне кажется, ничего хорошего. Ютуб движется в сторону телевидения, врубая цензуру, вставляя палки-колёса простым людям, всё больше делая упор на корпорации, которая загружает на него контент. Однако я надеюсь, что рано или поздно Ютуб вспомнит, кто сделал его популярным и привёл на него сотни миллионов людей, что начнёт думать о своих креаторах и больших, и маленьких. Хотя, если честно, верится в подобное с трудом. Поэтому, братва, обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте и Дискорд-канал. Ведь если когда-то что-то плохое случится с своим каналом или в целом с Ютубом, то только там мы сможем не потеряться и что-нибудь вместе придумать. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, хоть его и снимут. Подписывайтесь на канал, хотя вас, скорее всего, блять, отпишут, да. Ну и напишите в комментариях, пока их не выключили, с какими проблемами Ютуба сталкивались вы лично. А я пойду в подушку поплачу. Респекты всем жёстких. С вами был Мародёр 120 Гигабайт. Йоу. Твит говно.